Давайте откроем вторую главу послания к евреям, первый стих. Давайте прочитаем первый стих вместе. Готовы? Читаем. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». В расширенном переводе это звучит так. «Так как всё это истина, мы должны обращать особенное внимание услышанному, чтобы не упустить эти истины и не отпасть от них, я уверен, именно это и произошло в церквях «Слово веры». Мы слышали истины, но если мы упустим их, если пропустим их, то мы окажемся в ситуации, в которой не должны быть. И это потому, что мы уже не живем, как когда-то жили. Давайте вернемся к тому моменту, когда мы отпали от этих истин. Без веры Богу угодить невозможно. Если вы христианин, но не знаете, как жить жизнью веры, вы не можете быть угодным Богу человеком. Друзья мои, я не знаю, как еще это объяснить, но если ваши поступки не основаны на вере, «Вы не угодны Богу». Я не хочу быть неугодным Богу. Я могу приходить в церковь, я могу петь, могу плакать или стонать, но это не будет угодно Богу до тех пор, пока я не начну жить верой. Вера является наиболее важным элементом моей христианской жизни. Мне нужно узнать, что такое жить верой. Я должен это понимать, потому что без этого я не могу угодить Богу. Многие люди думают, что вера нужна для получения машины или дома. Вы сосредоточены не на том. Именно поэтому ваша вера и не работает. Жизнь веры — это когда вы понимаете, что вера рождается из Божьего Слова. Если у вас нет Божьего Слова, тогда у вас нет того, что нужно для веры. Вера растет из Божьего Слова. Просто представьте это. Так же, как капуста растет из семян капусты, вера растет из Божьего Слова. Вера иссякает, если вы переводите фокус с Божьего Слова на что-то другое. И так вера не может расти. И если врагу удается отвлечь вас от веры на достаточно долгий срок, и вы перестанете регулярно пребывать в Божьем Слове, тогда вот что произойдет. Вы не заглядываете в Божье Слово весь понедельник. Вы не заглядываете в Божье Слово весь вторник, среду, четверг. В пятницу вы тоже не заглядываете в Слово. Вы ждете воскресенье, думая, что тогда почитаете Библию. И вы думаете, что заглядывая в Слово один раз в неделю, вы сможете возрастить свою веру. Мы христиане. Божье Слово для нас — руководство для жизни. Вот то, о чем я хочу говорить с вами сегодня. И эта серия проповеди называется «Вера — сила, которая ставит мир на колени». Вера — это сила, которая ставит мир на колени. Давайте откроем 1-е послание Иоанна, 5-ю главу. 1-е послание Иоанна, 5-я глава, 4-й стих. Вот что здесь написано. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». В расширенном переводе это звучит так. «Рожденная Богом побеждает мир и побеждает его верой». В другом переводе написано «Вера — это та сила, которая ставит мир на колени». Вера — это та сила, которая ставит весь мир на колени. Победа над миром. Победа над происходящим в мире значит, что вы верите в исцеление, и тогда сдаётся болезнь. Вы побеждаете её, и вы свободны. Вы побеждаете ад и смерть. Вы побеждаете нищету. То есть успешных христиан не могут сломить обстоятельства или что-то другое мирское. Давайте определим, что такое мирское. Мир, мирское — это всё то, что противоречит Божьему Слову. Всё то, что противоречит Божьему Слову, приходит из мира. И когда вы стоите перед лицом чего-то, противоречащим Божьему Слову, то именно верой вы и должны победить это противоречие. Библия обещает вам, что все ваши потребности будут восполнены, а обстоятельства и ваша ситуация говорит, что вас ждёт нищета. И если вы не умеете пользоваться своей верой, тогда вам не справятся с нищетой. Если мы не пользуемся своей верой, мы будем вынуждены подчиниться нищете. Нищета начнёт управлять нашей жизнью. Мы будем в ещё худшей ситуации, чем неверующие. Именно поэтому бывают случаи, когда люди этого мира смотрят на христиан и спрашивают, «А зачем мне быть христианином?» Я более успешен, чем вы. Вы называете себя христианами, говорите, что у вас есть Иисус и Божье Слово, но я не вижу особенного прогресса в вашей жизни. Почему? Потому что мы, верующие люди, не понимаем, как задействовать свою веру. Каждый слушающий меня сегодня может справиться с миром, может поставить свои жизненные обстоятельства на колени. Вы можете поставить нищету на колени. Вы можете поставить болезни на колени. Вы можете поставить плохой диагноз на колени. Мы сидим и надеемся. Не нужно надеяться, потому что надежда — в будущем, а вера — в настоящем. Бог ищет людей, которые будут называть несуществующие существующим. Он ищет людей, которые скажут, «Это есть у меня», хотя этого ещё нет в физическом мире. Именно такие люди делают невозможное возможным. Это здание, в котором вы сидите, было построено благодаря вере. Слава Богу! Бог повелел вырыть яму под фундамент, и мы вырыли. У нас не было денег на стройку, но мы вырыли яму под фундамент. Мы сделали то, что Он повелел. Мы верили, что у нас уже есть полностью построенное здание во имя Иисуса. Мы сделали модель здания, сфотографировали и повесили фото на стены, чтобы помочь воображению тех, кому трудно было представить это здание. Мы верим, что у нас уже есть это здание во имя Иисуса. И знаете, что произошло? Наша вера победила все обстоятельства. Бог смотрит на нас, как на победителей. Он смотрит на нас, как на победителей мира. И победителей над тем, что происходит в мире. Хорошо? А теперь давайте рассмотрим послание к Евреям, 11 главу, 6 стих. Сегодня мы будем говорить о том, как мы приобретаем веру. Как мы ее приобретаем? Послание к Евреям, 11 глава, 6 стих. Давайте прочитаем, 6 стих вместе. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Нужно понимать написанное здесь. «А без веры, там, где нет веры, невозможно быть угодным Богу». Скажите, «Я не могу угодить Богу без веры, но я буду угоден Богу верой, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал». Люди в миру говорят, «От чего особенного в том, во что верите вы?» Вот в чем дело. Мы верим, а они нет. Тот, кто ищет Бога, обращается к Нему за помощью, ищет Его совета, должен верить. Вот в чем все дело. Вы должны верить. И есть люди, приходящие в церковь, которым трудно верить. Я заметил, что и верующие не верят. Вы должны верить. Вы должны с этим согласиться. Не жалуйтесь, если у вас что-то не получается, если вы не верите. В этом случае не должно получаться, если вы не верите. Ведь тот, кто приходит к Богу, должен верить, что Бог есть. Я верю, что Он есть. И я верю не только в то, что Он есть. Вы не можете приходить к Богу и просить Его о помощи, если вы даже не верите в Его существование. А откуда вы знаете, что Бог действительно есть? Достаточно. Вам лучше обратиться за помощью к правительству, потому что Божья помощь не для вас. Разве что кто-то будет ходатайствовать за вас, и милость Божья коснется вас. Вы не можете угодить Богу, если у вас нет веры. Вы должны верить, что Он есть, и что Он награждает тех, кто искренне ищет Его. Он всегда награждает тех, кто ищет Его. Послушайте, сейчас самое время обновить свое посвящение Иисусу. Вы слышали, что я только что сказал? Сейчас самое время принять духовный душ и очиститься от всего, от чего нужно очиститься. Принять духовную ванну и выйти после нее чистым. Вытереться полотенцем и начать все сначала. Вы должны верить, что Он награждает тех, кто искренне ищет Его. Бог требует, чтобы у нас была вера даже тогда, когда иметь веру невозможно. Послушайте, Бог требует, чтобы у нас была вера. Ведь здесь написано, что Богу невозможно угодить без веры. Он требует от нас веры. Но если бы вера была невозможной, в некоторых ситуациях, мы могли бы подвергнуть сомнению Его справедливость. Ведь Он сам обязывает нас верить. Как люди после этого могут говорить, что у них не получается верить? Если Бог дал нам все для того, чтобы взращивать в себе веру, тогда вся ответственность за то, есть у нас вера или нет, лежит на нас. Бог не виноват, если у вас нет веры. Если у меня нет веры, Бог здесь ни при чем. Бог дал каждому возможность обрести веру. Было бы несправедливо говорить, без веры Богу угодить невозможно, если бы у нас не было возможности иметь веру. Бог сказал, что мы не можем угодить Ему без веры. Но Он также сказал, как нам обрести веру. Если у нас нет веры, Бог в этом не виноват. Винить Бога в нашем недостатке веры — это невежество. Бог предоставил каждому возможность обрести веру. Давайте пойдем глубже, и я объясню вам, что существует вера ко спасению, вера к исцелению. Я хочу, чтобы вы увидели, что Бог дал нам веру. Давайте откроем послание к Ефесянам, 2 главу. Поговорим о вере ко спасению. Ефесянам, 2 глава. Апостол Павел сказал что-то важное в послании к Ефесянам. 2 глава. Мы должны это прочесть. Аллилуйя! Слава Богу! Мы заставим мир преклонить колени. Послание к Ефесянам, во 2 главе, в 8 стихе, апостол Павел сказал, давайте прочитаем 8 стих вместе, «Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». В расширенном переводе это звучит так, «Ибо благодатью по незаслуженному расположению Божьему вы спасены, избавились от осуждения и обрели спасение Христа через веру вашу. И это спасение не от вас, не по вашим заслугам и не в результате ваших усилий. Это дар Божий. Не результат дел, не результат исполнения требований закона, чтобы никакой человек не мог хвалиться. Это не результат каких-то человеческих усилий, и поэтому никто не может приписать славу себе. «Я спасен по благодати. Я не заслужил спасения. Я обрел спасение лишь благодаря незаслуженному Божьему расположению. Но обрел это спасение я посредством веры, а не с помощью собственных усилий, посредством веры». Вот в чем вопрос. «Как человек обретает веру ко спасению?» «Кто из вас присутствующих спасенный человек?» Вы должны знать ответ на этот вопрос. Что вам нужно было сделать? «Как вы обрели веру ко спасению?» «Как мы обретаем веру ко спасению?» Давайте откроем послание к кремлянам, 10 главу. «Как мы обретаем веру ко спасению?» Вы только что сказали, что вы спасены. Но как вы обрели веру ко спасению? Как вы смогли выйти из того, из чего вы вышли? Смотрите. Послание к кремлянам, 10 глава, 8 стих. «Но что говорит Писание?» «Близко к тебе Слово в устах твоих, и в сердце твоем есть Слово веры, которое проповедуем. Слово близко к вам. Оно в ваших устах. Слово в вашем сердце». Я понимаю, для того, чтобы вера действовала, Слово должно быть в двух местах. «В моих устах и в моем сердце». Для того, чтобы моя вера работала, Божье Слово должно быть в моих устах и в моем сердце. Вопрос. «Как мы получили веру ко спасению?» Заметьте, Слово должно быть «в моих устах и в моем сердце». Смотрите 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и с сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Итак, что здесь задействовано? Ваши уста и ваше сердце. Вера не может быть только в вашем сердце, но при этом вы никогда не говорите слова веры. И вы не можете говорить слова веры, но при этом не иметь веры в сердце. Для того, чтобы вера работала, она должна быть и там, и там. Она должна быть и в вашем сердце, и на устах. «Если вы исповедуете своими устами, что Иисус есть Господь, тогда вы спасетесь». Почему? Посмотрите на 10 стих. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». На протяжении многих лет, когда я читал эти слова, я видел перед собой образ настоящего физического сердца. Но здесь не идет речь о вашем физическом сердце, которое перекачивает по вашим сосудам кровь. Если бы Бог имел в виду физический орган, тогда бы Он говорил, что вы должны верить вашим телам. Ведь сердце — часть вашего организма. Речь идет не о физическом сердце, которое качает кровь, а о сердцевине человеческого существа. Сердце дерева — это его корни. Согласны? Сердцевина — корень сущности. Так что же является сердцем нашего существа? Наш дух. Наш дух — это центр нашего существа. И когда Бог призывает верить сердцем, Он призывает верить духом. Верить духом или верить всей своей сущностью. Божье слово призывает исповедовать устами и верить сердцем. Потому что сердцем верует к праведности. Духом человек верит к праведности. А устами исповедует ко спасению. Еще несколько лет назад я учил о взаимосвязи уст и сердца. Я говорил, что то, что есть в вашем сердце, может быть высвобождено, только если вы произнесете это своими устами. Вы обманываете себя, если говорите устами то, чего нет в вашем сердце. И наоборот. Взаимосвязь между сердцем и устами играет важную роль в этот момент. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Посмотрите на 13 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как призвать того, в кого не уверовали? Как вы можете назвать Иисуса Господом в своей жизни, если вы не верите? И как веровать в того, о ком не слышали? Нельзя поверить в то, о чем вы не слышали. Это так. Вы не можете поверить в то, что не слышали. Как вы можете поверить в то, о чем не слышали? Как вы можете поверить в то, что Бог исцеляет, если никто никогда не проповедовал об исцелении? Как поверить в то, что Бог прощает грехи, если вы никогда не слышали о том, что Он прощает? Как вы можете поверить в то, что Бог помогает справиться с нищетой, если никто не будет проповедовать об этом? Вы не можете поверить в то, что не слышали? Мне это кажется разумным утверждением. Как поверить в того, о ком не слышали? И как слышать без проповедующего или без человека, который бы вам рассказал? Итак, вера от чего? От слышания. Слышание от чего? Слово Божие. Итак, вера приходит от Божьего Слова. Вера вырастает из Божьего Слова. Обратите внимание на то, что вера приходит от слышания. Вера приходит от слышания. Я проповедую о вере сегодня, и вы обретете веру, потому что вы слушаете. Вера приходит не от услышанного. Вера приходит от слышания. Она приходит от слышания. Она приходит от слышания Божьего Слова. Она приходит от слышания Божьего Слова. Она приходит от слышания Божьего Слова. Я рассказываю вам о том, каким образом обретается вера. По какой-то причине некоторые люди стали полагать, что вера приходит тогда, когда вы принимаете Божье Слово. Это не совсем так. Да, вы получаете веру от Слова. Когда вы получаете Слово, вы обретаете потенциальную возможность обрести веру. Но не нужно полагать, что раз вы приняли Слово, значит, вы получили и веру. Пожалуйста, слушайте меня внимательно. Я понимаю, что говорю то, о чем никто из вас еще не слышал. Вы должны это услышать. Когда вы берете семечко кукурузы, есть ли у вас кукуруза для приготовления пищи? У вас есть семечко. У вас в руках потенциальная возможность получить кукурузу для пищи. Кукурузы у вас еще нет. То же самое можно сказать и о Божьем Слове. Когда вы узнаете Слово, вы обретаете потенциальную возможность получить то, что обещает вам это Слово. Но это лишь семя. Когда вы получаете Слово, то это лишь потенциальная возможность. Вы понимаете, что я хочу сказать? Это Слово — потенциал. И не понимая этого, на протяжении многих лет многие люди терпели крах. Они получили стих из Библии, но полагали, что получили веру. Но вера у них была лишь в форме семени. Кто из вас знает, что получив кукурузное зернышко, можно положить его в мешок и так никогда и не попробовать блюда из кукурузы. Почему? У вас есть потенциальная возможность получить блюда из кукурузы, но вы должны кое-что предпринять, чтобы потенциал, заложенный в одном зернышке, реализовался. Не достаточно только получить Божье Слово. Когда вы получаете Божье Слово об исцелении, вы получаете семя, которое дает вам потенциальную возможность получить исцеление. Когда вы получаете Слово об освобождении от зависимости, вы получаете Семя, которое дает возможность получить освобождение. Вы можете получить слово, что Бог сказал, что вы получите новую работу, что вы сможете одержать победу. У вас потенциальная возможность для всего этого. На протяжении многих лет христиане жили лишь потенциальной возможностью и не понимали, как ее реализовать. Они не знали, что делать с семенем, а потому хранили его в мешке. Книга лежала на кофейном столике. В конце концов, ее стали использовать для того, чтобы прятать деньги или хранить свидетельства о рождении. Лучшее место для хранения денег — Библия, потому что ее никто не читает. Как это грустно. Как-то раз я положил деньги в Библию одного из своих детей. Ребенок куда-то уезжал, и я сказал ему, не забывай читать свою Библию. Конечно, пап, я буду читать Библию. И когда ему понадобились деньги, он звонил мне, а я ему всегда отвечал, я не пришлю тебе денег, уповай на Господа и читай Библию. Я не хочу читать Библию. Не хочешь — не надо. И лишь дома он узнал, что те деньги, которые ему были так нужны, находились в его Библии. Теперь другое дело. Если я говорю, почитайте Библию, они тут же бегут и открывают свои Библии. А вы знаете, что происходит то же самое, когда вы находите какой-то стих, и в этом стихе есть все, что вам нужно. Но нельзя лишь прочитать этот стих и полагать, что так вы получили веру. Я вижу, что вы сейчас думаете. У вас лишь семя веры. У вас еще нет веры. Ваша вера заключена в этом семени. Я хочу, чтобы вы поразмышляли над этим стихом. Итак, вера приходит от слышания Божьего Слова. Там не написано, что получив Слово, вы получаете веру. Там написано, что вера приходит через Слово. Вера растет из Слова. Я надеюсь... Нет, я не хочу надеяться. Не сейчас. Я верю, что вы возьмете в свои руки власть над всем, происходящим в вашей жизни. Прежде всего, отправившись в библейский магазин, чтобы найти там семена. Это будет решением для всего, через что вы сейчас проходите. Это будет решением для всего происходящего в вашей жизни. Найдите семена. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. В этом стихе я хочу рассмотреть три пункта. Три шага, которые делает человек в обретении спасения. Я хочу, чтобы вы их увидели. Три шага в обретении спасения. Первый. Он исповедует. Второе. Он верит. Третье. Он принимает. Вот что он делает. Он исповедует, верит, и он принимает. А теперь посмотрите, кому дается это спасение в соответствии с 13 стихом. Оно дается всякому. То есть, любому. Оно дается всякому. Скажите, и мне в том числе. Откуда приходит вера, исходя из 17 стиха? Откуда? Задам вопрос иначе. Откуда появляется кукуруза? Из кукурузного зерна. Мы должны быть конкретны. Кукуруза не появляется из любого зерна. Кукуруза появляется из конкретного зерна. Также и исцеление не приходит из любого стиха Библии. Это должен быть какой-то конкретный стих Библии. Освобождение не приходит из любого стиха. Это должен быть конкретный стих. так из какого зерна появляется кукуруза? Кукурузного. И поэтому и вера приходит от слышания и слышания Божьего Слова. Слушайте меня внимательно. Вера вырастает из Божьего Слова. Вот как я напоминаю себе об этом. Вера вырастает из Слова. Я рисую перед собой образ. Я могу взять Слово, а в Слове вера. Мне нужно сделать так, чтобы она выросла из этого Слова. Вера растет из Божьего Слова. Давайте откроем книгу Деяний. 11 главу. 13 стих. Там речь идет о Корнилии. Эта история внесет свой вклад в нашу тему. Корнилий не был спасенным человеком. 13 стих. Корнилий рассказал нам, как он увидел в доме своем святого ангела, который сказал ему, «Пошли в Иопию людей». Ангел сказал, «Пошли людей». «И призови Симона, называемого Петром». «Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Пошли людей в Иопию. Бог дал указание Корнилию отправить людей за Петром, чтобы тот рассказал ему о спасении, о великом поручении, которое описано в Евангелии от Марка. 16 глава, стихи с 15 по 18. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Корнилий еще не слышал Евангелия. Он еще не был спасен. Бог повелел Корнилию отправиться за Петром, чтобы тот рассказал ему о плане спасения. Почему Корнилию нужно было отправляться за Петром? Почему тот ангел не мог рассказать о спасении? Ведь он уже явился ему. Я объясню. Бог не поручал ангелам проповедовать Евангелие. Это поручение было дано людям. Евангелие должны проповедовать люди, и если люди не будут этого делать, Евангелие не будет услышано. Поручение было дано людям, а не ангелам. Обратите внимание на то, что ангел сказал, «Отправь людей в Иопию и позови Петра, чтобы Он принес тебе Слово, дал тебе семена». И в этих семенах заложен потенциал, который может вырасти веру ко спасению. Каждый из нас должен проповедовать. Каждый. Кто из вас спасен? Значит, кто-то проповедовал вам, не так ли? Кто-то вам что-то сказал. Вам были даны слова, и вы слышали эти слова. Аллилуйя. Потенциал для рождения свыше был в этих словах. А теперь слова. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Он скажет тебе слова. Слова. Люди спасаются, услышав слова. Кто из вас знает, что люди обретают свободу с помощью слов? Кто из вас знает, что люди становятся богатыми, услышав правильные слова? Кто из вас знает, что люди исцеляются, услышав слова? Не говорите мне, что в церковь ходить не обязательно. Не говорите мне, что слушать записи проповеди не нужно. Слава Богу, что мы наконец избавились от кассет, и теперь у нас диски. Пару дней назад мне пришлось искать проигрыватель кассет. Я до сих пор слушаю записи на кассетах. В машинах их уже нет. Но у меня есть большой кассетный проигрыватель. Я ставлю его на переднее пассажирское кресло в машине. Слава Богу. И все это нужно, потому что вера приходит о слышании. Теперь вы видите, как вы обрели спасение. Вы обрели спасение, потому что кто-то говорил вам слово. Корнилий обрел спасение, потому что кто-то сказал ему слово. И это были семена, в которых заложен потенциал спасения. И теперь ключевой вопрос. Если я могу услышать это слово, то я смогу получить и все, что заложено в нем. Ну, это вера ко спасению. Давайте рассмотрим веру для исцеления. Давайте рассмотрим веру для исцеления. Откроем Деяние, 14 главу. Деяние, 14 глава. Представьте себе, как может измениться наша жизнь, если на протяжении хотя бы 21 дня мы будем делать то, о чем я сейчас буду говорить. На протяжении 21 дня вы находитесь на интенсивных курсах веры. Как моя жена. Она встает в 5 утра и идет молиться. Она весьма решительная женщина. Она рано встает и тренирует свою веру. Я решил, что и у меня будет свой курс веры. Но мне совсем не нужно вставать с постели в 5 утра, я буду только молиться в 5 утра. Итак, Деяние, 14 глава. С 7 по 10 стих. 7 стих. «И там благовествовали». Здесь речь идет о Павле и Варнаве. И что там делали Павел и Варнава? Они благовествовали. Как услышать, если никто не будет проповедовать? Поэтому они проповедовали. Вот поэтому дьявол делает все, чтобы проповедники казались малозначимыми людьми. Они проповедуют Евангелие. Если что-то происходит в жизни человека, значит он проповедует Евангелие. Представьте, что происходит с членами нашей церкви, которые ходят в церковь только один-два раза за три месяца. Они не имеют успеха. Сколько бы денег они не зарабатывали, успех и величие не одно и то же. Можно добиться успеха, но при этом не достичь величия, если ваш успех не дает вам возможности служить другим. Величие — это когда вы можете делать что-то хорошее для других. Величие — это когда вы можете сделать успешным другого человека. Если вы не можете любить и служить другим, у вас нет величия. Можно быть успешным и можно зарабатывать много денег. Можно иметь большую табличку на двери своего кабинета, но это только для вас. Я не знаю, почему я завел об этом речь сейчас. Нет, я знаю почему. Наставник, который пребывает во мне, подсказал мне это. Аминь. Некоторые люди умерли, чтобы понять это. Они всю жизнь трудились, чтобы быть успешными, и они считали себя великими, потому что зарабатывали много денег. Нет, великий человек — это тот, кто может благовествовать незнакомому человеку, кто может научить другого добиваться успеха, кто может сделать что-то для другого. Процветание только для себя одного — это Евангелие глупцов. Учение о процветании — великое учение, если оно может изменить жизнь других людей. Аминь. Имея деньги, я могу помочь гораздо большему количеству людей, чем без денег. Дальше. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Во время пробуждения на улице Азуза прозвучало пророчество, что в это время, в которое мы сейчас живем, начнут происходить невероятные чудеса. У людей будут вырастать руки. Ноги. То, что будет происходить, будет изумлять людей. И это пророчество обязательно исполнится. Я расскажу вам об одном из своих разговоров с Богом. Я не собираюсь сидеть в стороне, когда это начнет происходить. Я буду в этом участвовать. Я хочу быть частью этого. Я не хочу лишь слышать об этом, я хочу в этом участвовать. Я принял решение, я готов дорого заплатить, чтобы получить такое помазание. А цена велика. От многого нужно отказаться. Цена велика. Нужно искать Бога. Нужно молиться, несмотря на усталость. Нужно противостоять греху, сколько бы удовольствия он ни сулил. Когда ищешь Бога, помазание сходит на тебя. Я хочу иметь это помазание. Я хочу, чтобы это помазание покрыло меня с головы до ног. Я хочу буквально утопать в нем. Вы понимаете, что я говорю? Послушайте меня. Я не думал, что на этот отрывок уйдет столько времени, но здесь столько всего. И никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления. Можно увидеть у человека веру для исцеления. Это видно. Можно посмотреть на человека и увидеть его веру. Я служил на молитвенных служениях. Обычно, когда я молюсь за людей, я прохожу между рядами людей. Такие служения у нас проходят каждую субботу утром. Каждую субботу утром во время конференции у нас время исцеления. Мы поклоняемся Богу, молимся и делаем это до тех пор, пока не начнем ощущать Божье присутствие в зале. Когда в зал сходит Божье помазание, начинает действовать слово знания. Начинает происходить что-то чудесное. И я помню, как в духе я начинал ощущать, что у некоторых людей появилась вера на исцеление. Я прохожу мимо, стоит девушка, жуешь жвачку. Она не готова к исцелению. А проходишь мимо кого-то другого, и этот человек просто... Веру можно видеть. Веру можно видеть. Я видел, что человек готов принять исцеление. Я видел, что человек готов прямо сейчас исцелиться. Здесь написано, что Павел увидел в человеке веру для исцеления. Сказал громким голосом, «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Он вскочил и стал ходить. Как-то я прилетел в Нью-Йорк, и в аэропорту увидел столько людей. Много людей повсюду. И я сказал, «Господи, что требуется для того, чтобы эти люди поняли, что ты жив? Что ты реален?» Он сказал, «Потребуются люди, которые позволят моему помазанию течь через них». И когда люди увидят, как моя сила проявляется через верующих, тогда они поймут, кто я, потому что увидят, кто вы. Аминь. Итак, Павел проповедовал Евангелие. Второе. Он понял, что у человека была вера для исцеления. И третье. Он сказал человеку, «Встать и ходить». Мы думаем о это великое помазание. А что было на самом деле? Он проповедовал Евангелие. Он увидел веру человека, а потом сказал, «Встань». Слава Богу за то, что каждый, кто слушает меня сейчас, может сделать то же самое. Вы можете проповедовать Евангелие, можете увидеть веру и можете сказать людям, «Встать». В этом нет ничего волшебного. Слава Богу. А теперь смотрите, что сделал этот человек. Ведь здесь нужно участие двух людей. Посмотрите. Человек слушал проповедь Павла. Это первое. Второе. У него была вера для исцеления. Третье. Он вскочил и начал ходить. Он слушал проповедь Павла. У него была вера для исцеления. Девятый стих и десятый стих. Он вскочил и начал ходить. Этот человек не был исцелен какой-то великой силой Павла. У него самого была сила для исцеления. А откуда у этого человека вера исцелится? От слушания проповеди Павла. А что проповедовал Павел? Он проповедовал Евангелие исцеления. Павел проповедовал Евангелие спасения и исцеления. Давайте откроем послание к римлянам. 1.16. Послание к римлянам. 1.16. Слава Богу. Римлянам. 1.16. Если вы нашли, скажите «Аминь». Взгляните на 16-й стих. Давайте прочтем его вместе. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину». Здесь написано, что Евангелие — это сила Божия для всех, для всех, кто верит. Примечание в Библии Скофилда для 16-го стиха — это еврейское и греческое слово, переведенное словом «спасение», подразумевает избавление, безопасность, сохранность, исцеление и целостность. То есть, когда написано, что Евангелие — это сила ко спасению, в соответствии с Библией Скофилда, в этом одном слове «спасение» и на греческом, и на еврейском заложен следующий смысл. Это сила Божия для избавления, безопасности, сохранности, исцеления и целостности. Когда вы слышите слово «спасение», в этом слове заключены все эти значения. Когда вы слышите слово «сила Божья» ко спасению, это сила Божья для исцеления, это сила к обретению свободы от греха, это сила Божья, которая будет охранять вас, это сила Божья, которая сохранит вас. То есть, Павел говорит, что не стыдится силы Христа, потому что это сила Божья для спасения, безопасности, сохранности, исцеления и целостности. Павел проповедовал все Евангелие целиком, а не только часть Евангелия. А теперь посмотрим восьмую главу Деяний. Деяние, восьмая глава, пятый стих. Будем читать с пятого стиха по восьмой. Вот что написано в пятом стихе. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». Что он им проповедовал? В Библии говорит, что он проповедовал о Христе. Вы знаете, что Христос это не фамилия Иисуса. Христос в переводе с греческого означает «помазанник». Он проповедовал о помазании. Он проповедовал о помазаннике. Он проповедовал о Иисусе Христе. Или о Христе-помазаннике. Он пришел и проповедовал о помазании. Он рассказал им про помазание. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходились великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. и была радость великая в том городе. Обратите внимание на то, что великие чудеса, описанные в предыдущем стихе, стали результатом того, что Филипп проповедовал им о помазаннике. Помазание сходило, когда он проповедовал о Христе. Новозаветный Христос — это Христос-Исцелитель. Физическое исцеление — это часть Евангелия. Если в наши дни уже нет благой вести об исцелении, значит, нет и вести о спасении, нет Евангелия безопасности и мира. Давайте посмотрим на действия веры. Я хочу представить вам слово «Рэма», которое я получил из этого отрывка. Нельсон, известный баптистский проповедник, однажды сказал, «Исцеление — это неотъемлемая часть Евангелия». Нельсон служил пастором в церкви в штате Мичиган, в Детройте. В 1921 году его сбил автомобиль, и врачи сказали ему, что его левую ногу придется, скорее всего, ампутировать. Кто из вас согласен, что эта новость не из приятных? И даже если ее сохранили бы, все равно он не смог опираться на нее, не смог бы ходить. Когда он лежал, прикованный к постели, ему на память пришел отрывок из послания Якова. 5.14. Слушайте внимательно. Якова 5.14 и 15. Помните, что он был прикован к постели. Врач сообщил неприятную новость. Нам, возможно, придется ампутировать вашу ногу, но даже если мы этого не сделаем, вы не сможете наступать на нее. И вот какой стих пришел ему на память. Кто из вас знает, что Святой Дух может напомнить вам отрывок из Писания, только если вы его когда-то изучали? Вы наверняка спрашивали себя, как я смогу запомнить все эти отрывки из Библии? Я слушаю проповеди по средам, по воскресеньям, по пятницам. Как человек может запомнить все это? Дух Святой напомнит вам. Когда он лежал в постели, Святый Дух напомнил ему этот стих из послания Якова. Вот что в нем написано. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господня, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». Пастор Нельсон начал было оправдываться перед Господом, сказав, что они не практиковали это в его церкви. Но Господь напомнил ему, что у него было четыре друга, исполненных Духа, которые верили в это. И Господь повелел ему пригласить их. Сам Господь обратился к нему и велел призвать четырех его друзей, чтобы они пришли, и помолились за него. Обратите внимание, что прежде всего Господь напомнил ему отрывок из Священного Писания. И из этого отрывка следовало, что нужно позвать друзей. Тех самых четырех друзей. Они исполнены Духа. Позови их, пусть придут. Этого не было в данном отрывке Библии, но из этого отрывка, который мы только что прочли, он слышал голос Божий. В этом отрывке не было ничего о том, что он должен позвать своих друзей. Запомните это. Но в словах этого отрывка он услышал Божий голос. Они пришли к нему. Они пришли, помолились за него с верой, и он исцелился. Ему не пришлось ампутировать ногу, и он потом даже не хромал. Вера приходит от слышания и слышания Слова Божьего. Вера приходит от Слова. Что вышло из Божьего Слова? Из Божьего Слова слышен Божий голос. И это я называю верой. Это то, что нам так нужно. Это тот голос, который звучит в слове. Вот еще одна иллюстрация. Много лет назад, когда пастор Хейген был молодым баптистом, он был прикован болезнью к постели. И во время болезни этот парень читал Библию и понял, что никогда не слышал полного Евангелия. Он знал его лишь частично. Чем больше он читал Библию, тем больше он осознавал, что ему совсем не нужно умирать. Чем больше он изучал Библию, тем больше он понимал, что может получить исцеление. Что с ним происходило? Он пребывал в Божьем Слове. Конечно, и дьявол не оставлял его в покое, напоминая ему все, что когда-либо слышал негативное об исцелении. Дьявол сказал Хейгену, что исцеления больше нет. Но, к счастью, Хейген никогда не слышал, что веры больше нет. Он также не был согласен с учением о том, что Бог исцеляет, когда хочет, и что нужно лишь узнать, хочет Бог этого или нет. Это даже большее оскорбление, чем слова о том, что Бог не может исцелять. Это оскорбление. Говорить, что Бог исцеляет, только когда захочет. Потом пастор Хейген прочитал Евангелие от Марка, 5 главу, 34 стих. Иисус обратился к женщине, страдающей от кровотечения. Как и в случае с пастором Нельсоном, пастор Хейген читал Божье Слово. В Слове было написано, «Черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Иисус не сказал, что его сила спасла ее. Он сказал, «Вера твоя спасла тебя». Брат Хейген сказал, что когда он увидел это, он понял, что если ее вера смогла ее исцелить, то и его вера может его исцелить. И слава Богу, так и произошло. Его паралич отступил, сердце исцелилось. И он успешно служил до того, как отправился к Небесному Отцу на протяжении более 50 лет. Вот что я увидел в этих двух историях, и хочу, чтобы и вы увидели. «Когда вы действуете по Слову, оно оживает в вашем сердце». Вы словно слышите голос Божий, и это побуждает к действию Божью силу. Обратите внимание, что я использую слово «действовать». «Когда вы действуете, вы подключаете». «Когда вы действуете по Божьему Слову, когда вы задействуете Божье Слово в отношении вашей проблемы, это Слово задействует. Я представляю, как вагоны соединяются в поиск. Это Слово взаимодействует с Голосом Божьим. Этот голос приводит в действие Божью силу. Писание говорит, что Голос Божий полон силы. И вот что происходит. Вы лишаете себя силы Божьей, если не пользуетесь Божьим Словом во время кризиса. Когда трудно, вы ходите из стороны в сторону и причитаете, «Как нам быть? Что делать?» А Бог говорит, «Я уже целую книгу дал тебе о том, как быть и что делать». Вам нужно Слово. Вам нужно найти в Библии стих, который говорит о вашей ситуации. И вам нужно размышлять над ним, исповедовать его, записать этот стих и носить его с собой везде. Вам нужно повторять его до тех пор, пока вы не услышите голос через слова этого стиха. И Бог даст вам указание. Нельсон нашел этот стих в послании Якова. Это лишь несколько строк, но я уверен, что Нельсон в течение нескольких дней упорно размышлял над этим стихом. А потом Бог сказал, «Эй, у тебя есть четыре друга, они исполнены Духа, позови их». Если вы будете держаться Слово Божьего, это Слово зазвучит в вашем сердце Божьим голосом. И если вы будете послушны Божьему голосу, будете послушны Слову «Рема», которое вы получили от Господа, оно даст вам способность. Возможность получать результаты будет у вас не потому, что вы нашли три-четыре подходящих стиха. Она зависит от того, как вы распоряжаетесь своими семенами. Мы все знаем, что зерна кукурузы не принесут урожай кукурузы, если держать их в мешке. Слова об исцелении не принесут вам исцеление, если вы оставите их в книге. Вы должны взять эти семена и посеять их в почву. А почва, в которую мы их сажаем, наше сердце, вы должны размышлять над этими словами день и ночь до тех пор, пока это слово не зазвучит в сердце по бедным глазам. Итак, вера приходит от слышания и слышания Божьего Слова. Послушайте, Божье Слово может привести вас туда, где вы сможете услышать Слово от Бога. Божье Слово может привести вас туда, где вы сможете услышать Слово от Бога. Оно становится дорогой. Оно становится дверью. Но если вы будете держать Библию закрытой, то и результатов у вас не будет. Библия должна быть перед вашими глазами. Мы об этом уже говорили сегодня. Пусть Библия всегда будет перед вашими глазами. Смотрите в Слово, читайте. Не смотрите налево или направо. Держите Библию перед глазами. Я легко распознаю людей, которые не читают Слово, не размышляют о нем, потому что когда вы не делаете этого, вы ведете себя по-другому. Иначе поступаете, иначе говорите. Ваше отношение к жизни иное, потому что вы не заглядываете в Библию. Ведь Библия — это зеркало, которое помогает вам измениться. Вот как приходит вера. Вера приходит от слышания. Теперь это звучит совсем иначе для вас. От слышания Божьего Слова. Вера исходит из этого слова. Слово, Логос, на бумаге дает вам слово Рэму. И это слово Рэма в вашем сердце соединяет вас с силой Божьей. Кто из вас желает быть угодным Богу? Да, я хочу быть угодным Богу. Сейчас я хочу быть угодным Богу больше, чем когда-либо. Я хочу быть угодным Богу. Я осознал это во время молитвы. Это было вчера. Я слуга. Я слуга Богу и слуга Божьему народу. И любые мои действия, которые идут вопреки этому, это действия против моего призвания. Я слуга. Меня лишь называют красивым именем, служитель. Но я слуга. Я служу Богу тем, что служу Его народу. Если я перестану служить Его народу, то я, скорее всего, перестану служить и Ему. Субтитры создавал DimaTorzok